Московские врачи установят герою кадра конкурса «Стени» на проте с ноги. Московские врачи установят герою кадра конкурса «Стени» на проте с ноги. 21.16. РИА Новости. Алексей Куденко, мальчик из Ирака Касим Алькадем, герой снимка Тайсира Махди «Желание жить», завоевавшего золото на международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, у памятника братьям старостиным на стадионе открытия арена. РИА Новости, Алексей Куденко, Москва, 14-го, РИА Новости. Герой снимка «Желание жить» иракскому мальчику Касиму Алькадему, который подорвался на мине, установит протест ноги в НИИ не от ложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщила главный редактор «МИА Россия сегодня» и «Ар-Ти» Маргарита Симоньян в «Телеграмм». День рождения Касим отпраздновал на открытии арене. Получил в подарок именную спартаковскую форму и торт. Вечером в главной мечети на проспекте Мира его ждут поздравления муфте и мусульманской общины Москвы. И самое главное, мы смогли помочь ему с протезом. Утром Касим был в клинике Рошаля, там сказали «Сделают», написала она. Вчера, 20.16. Герой снимка «Желание жить» открыл футбольный матч в Москве Касим Алькадим из Ирака. Посетил матч чемпионата России по футболу «Спартак» Уфа 12 мая. Потерявший ногу 13-летний мальчик стал известен всему миру после того, как снимок с ним получил золото на фотоконкурсе имени Андрея Стенина. Касим приехал в российскую столицу накануне своего дня рождения. Благодаря автору фотографии Тайсиру Махди о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность, целеустремленность и упорство в преодолении трудностей не могли не тронуть и вызвали желание помочь. Организатор конкурса имени Андрея Стенина, медиагруппа «Россия сегодня» пригласила Касима приехать в российскую столицу накануне своего дня рождения. Перед этим с подобным предложением выступила директором Департамента информации и печати МИД Мария Захарова. Она также поблагодарила всех, кто помогал Касиму. Герою снимка желаний жить Касим Аль-Кадим в Москве. Один из восьми. Касим Аль-Кадим родился в иракском городе Кербела. Несколько лет назад он потерял ногу, наступив на противопехотную мину. РИА Новости, Алексей Куденко. РИА Новости, Алексей Куденко. Фотограф Тайсир Мехди запечатлел Касима, играющего с пацанами в футбол, и кадр под названием «Желание жить» выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации «Спорт». Два из восьми. Фотограф Тайсир Мехди запечатлел Касима, играющего с пацанами в футбол, и кадр под названием «Желание жить» выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации «Спорт». РИА Новости, Алексей Куденко. РИА Новости, Алексей Куденко. О юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. РИА Новости, Алексей Куденко. РИА Новости, Алексей Куденко. Идею пригласить мальчика с фотографией в Москву предложила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на церемонии награждения лауреатов фотоконкурса. Пять из восьми. Идею пригласить мальчика с фотографией в Москву предложила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на церемонии награждения лауреатов фотоконкурса. РИА Новости, Алексей Куденко. РИА Новости, Алексей Куденко. В Москве Кассин посетил матч чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Уфой» и побывал в мультимедийном музее клуба на стадионе «Открытие арена». Шесть из восьми. В Москве Касим посетил матч чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Уфой» и побывал в мультимедийном музее клуба на стадионе «Открытие арена». РИА Новости, Алексей Куденко РИА Новости, Алексей Куденко Касима Алькадемы обследуют московские врачи, чтобы принять решение о протезировании. 7 из 8 Касима Алькадемы обследуют московские врачи, чтобы принять решение о протезировании. РИА Новости, Алексей Куденко РИА Новости, Алексей Куденко Касим Алькадим в Москве 8 из 8 Касим Алькадим в Москве РИА Новости, Алексей Куденко 1 из 8 Касим Алькадим родился в иракском городе Кербела Несколько лет назад он потерял ногу, наступив на противопехотную мину РИА Новости, Алексей Куденко 2 из 8 Фотограф Тайсир Мехди запечатлел Косима, играющего с пацанами в футбол, и кадр под названием «Желание жить» выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации «Спорт». РИА Новости, Алексей Куденко 3 из 8 О юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. РИА Новости, Алексей Куденко 4 из 8 Организатор конкурса имени Стенина, медиагруппа «Россия сегодня» пригласила Косима в российскую столицу. РИА Новости, Алексей Куденко 5 из 8 Идею пригласить мальчика с фотографией в Москву предложила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на церемонии награждения лауреата фотоконкурса. РИА Новости, Алексей Куденко 6 из 8 В Москве Косим посетил матч чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Уфой» и побывал в мультимедийном музее клуба на стадионе «Открытие арена». РИА Новости, Алексей Куденко 7 из 8 Косима Алькадем обследует московские врачи, чтобы принять решение о протезировании. РИА Новости, Алексей Куденко 8 из 8 Косим Алькадем в Москве РИА Новости, Алексей Куденко Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия» сегодня под эгидой комиссией России по делам ЮНЕСКО, ставят своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. На конкурс принимаются работы авторов в возрасте от 18 до 33 лет. В 2018 году конкурс собрал порядка 6000 работ и расширил свою географию, увеличив число стран-участниц до 80. МИА «Россия» сегодня международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия» сегодня представляет линейку информационных ресурсов агентства «РИА Новости», «Спорт РИА Новости», «Недвижимость РИА Новости», «Прайм», «Рейтинг РИА Новости», «Иносми», «Социальный навигатор». За рубежом медиагруппа представлена Международным новостным агентством и радио «Спортник». 12 мая, 19.14 футбол как желание жить, на матче «Спартака» побывал специальный гость.